Нижний Новгород В частности, принято решение, что праздничные мероприятия стартуют 12 июня уже этого года, а их кульминацией станет 19 августа 2021 года. Как отметил губернатор, от 12 июня текущего года ровно 800 дней до 19 августа 2021 года. Это, по его словам, замечательное совпадение и сильный знак. Поэтому, если установить часы с обратным отсчетом 12 июня, это будет логично. Так что, если у вас вдруг нет планов на 12 июня, можно попробовать съездить в Нижний Новгород и посмотреть, что же там будет. А потом рассказать нам. Департамент по делам молодежи и спорта объявляет о приеме заявлений на горящие бесплатные путевки в санаторный лагерь «Лазурный». Он находится в поселке Дощатая в Иксунского района. Со 2 по 25 апреля в лагере пройдет смена для талантливых и одаренных детей в области наука, физика, математика. Принять участие в смене могут учащиеся восьмых классов школ города. Ребят ждут не только занятия с преподавателями ведущих вузов Нижегородской области, но и захватывающая программа лагеря «Новые друзья» и санаторное лечение. Спешите, количество путевок ограничено. Дополнительную информацию можно получить по телефону 6-71-79. 27 марта отмечается Всемирный день театра. И именно эту дату выбрала директор Саровского драматического театра Марина Першина, чтобы в рамках проекта «Профтренд» познакомить старшеклассников с особенностями своей профессии. Вместе с директором старшеклассники прошлись по всему зданию от подвалов до цеха декораций под куполом. Увидели, куда должна провести лестница, прерванная стеной, познакомились с руководителями и сотрудниками разных подразделений и взглянули на Саров с 27-метровой высоты. Это было круто, классно, неповторимо, все очень и очень понравилось. Обобщили дети после двухчасового общения. А получив подарки, в том числе на праздничный вечер, посвященный 70-летию театра, который состоится 19 апреля, Ребята искренне сказали, что такого запоминающегося погружения в профессию у них еще не было. В апреле в проекте «Профтренд» запланировано знакомство с тонкостями профессии врача, оператора станка с ЧПУ и финал конкурса «Резюме 2020+.» Будем следить за событиями, а пока порадуемся за ребят, которые смогли получить такой интересный опыт. Продолжение следует... Информационное агентство ЗАТО Новости